В Казанском федеральном университете проходит международная научно-техническая сессия «Химические методы увеличения нефтеотдачи». В Татарстане разработали уникальный полимерный материал. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. В Казанском федеральном университете проходит международная научно-техническая сессия «Химические методы увеличения нефтеотдачи». Все подробности узнавала Елизавета Никитина. 7 июня на базе Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета состоялось открытие международной научно-технической сессии, химические методы увеличения нефтедачи, вызовы и возможности, период изменений. Мероприятие посетил помощник президента Республики Татарстан Ренат Галиев. Сегодня мы стараемся в нашей республике сделать такой центр компетенций глубокой переработки нефтесырья и надежной поставки востребованной углеводородной продукции в адрес сотен тысяч потребителей не только в России, но и по всему миру. В ходе сессии будут представлены российский и зарубежный опыт применения химических методов, а также обсуждены дальнейшие направления развития этих технологий в российских нефтяных компаниях. Данная научно-техническая сессия, ее основная цель направлена на то, чтобы рассмотреть текущее состояние и перспективы развития химических методов увеличения нефтедачи. Это одно из перспективных направлений в нефтегазовой сфере, но сегодня в связи с тем, что появились определенные ограничения, здесь необходимо пересмотреть стратегию развития этого направления в России. И здесь как раз на площадке Казанского университета собрались ведущие нефтяные компании, специалисты из науки, из нефтегазовой отрасли, которые как раз вовлечены в эту тематику. Представители нефтегазовой отрасли России в лице сотрудников компаний, экспертов, а также молодые и зарубежные ученые Казанского университета принимают активное участие в дискуссиях и тематических сессиях. Мы приехали с докладом по оценке эффективности проведения ФХМУН. Я думаю, что мы, наверное, первая компания, которая реализовала метод сингл-вэл для исследования скважин, которая может оценивать, и мы имеем уже много практических примеров по оценке эффективности химических методов увеличения нефтеотдачи. Мы ожидаем, в первую очередь, очень пообщаться с коллегами, потому что устали от этих квадратиков прямоугольных на экране. Поэтому пообщаться, новые знакомства, обменяться опытом и, может, в процессе совместной работы возьмем какие-то новые идеи, инсайты, которые помогут в нашей совместной работе. Конференция продлится до 9 июня. В ходе мероприятия представители нефтяных компаний обменяются актуальным опытом, а также найдут пути развития технологий и вызовов при применении химических методов увеличения нефтеотдачи, что особенно актуально в условиях глобальных изменений. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Уникальный полимерный материал совсем скоро заменит зарубежные аналоги. В нюансах производства и особенностях термопласта разбиралась наш корреспондент. Ученый химического института имени Бутлерова в сотрудничестве с инженерно-внедренческим центром Инджихим и научно-технологическим центром Махмадулиной разработал уникальный полимерный материал. Проект стартовал еще в мае 2020 года по инициативе Минпромторга и при поддержке президента республики Татарстан. На данный момент на базе технополиса «Химград» уже функционирует опытная установка по производству термопласта. Мы выиграем этот небольшой тендер, где-то будет больше миллиарда. Здесь необходимые стороны республики. И этот полимер очень нужен и оборонщикам, и промышленникам. Сами понимаете, полимер, который при 240 градусах не растрескивается, не плавится. Это очень важный конструкционный материал. Сам материал ранее производился в Японии, Южной Корее, США и Китае. Однако отечественный аналог, по словам разработчиков, ничуть не хуже. Температура его плавления составляет от 280 до 340 градусов. Он устойчив к температурным, кислотным и щелочным воздействиям, а также обладает низкой электропроводностью. Именно поэтому материал выгодно использовать при производстве радиодеталей, авиационных комплектующих, труб, насосов и кранов. Мы достигли очень высоких параметров по полифенессуфиду. Он очень высокомолекулярный, что мы определяем, например, по такой параметре ПТР, показатель текущейся расплава. Дело в том, что это параметр, который указывает, сколько полимеров протечет у нас при 320 градусах за какое-то время. Чем более вязкий, тем меньше протекает. Вот у нас, если в задании классические, это где-то 100-150 грамм протекает, то у нас протекает 30 грамм. То есть это очень высокомолекулярный и вязкий полимер. Опытная установка на 90% состоит из российских комплектующих. Ее производительность составляет 5 тонн материала в год. Это лишь первые шаги в сторону полного импортозамещения термопласта. На данный момент в России минимальная потребность в материале составляет 200 тысяч тонн в год. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Почки являются одним из важнейших органов в организме человека. Они обеспечивают нормализацию давления, вывод токсинов, а также контроль элементов крови. О том, почему нельзя игнорировать признаки патологии, узнаете в нашем сюжете. Одной из ведущих причин снижения качества жизни являются урологические заболевания, которые зачастую требуют оперативного вмешательства квалифицированных специалистов. Отделение урологии научно-клинического центра Казанского университета располагает всеми необходимыми современными технологиями диагностики и лечения всего спектра заболеваний с применением уникальных малоинвазивных методов. Петенция наших сотрудников в оборудовании нашего центра позволяет делать уникальные операции, те, которые в рутинных медицинских центрах, к сожалению, сделать невозможно. Гордостью научно-клинического центра являются самые современные методики удаления камней в почках. Они представляют собой несколько направлений. Ретроградная интерринальная хирургия, которая проводится эндоскопическим методом через естественные мочевые пути. Также перкутанная хирургия, которая является золотым стандартом лечения крупных камней с помощью небольших проколов в поясничной области. И метод ИСЕРС – самый современный подход в избавлении от камней в течение одной операции у пациента. У нас есть оборудование, позволяющее работать в очень труднодоступных местах почек, почных лоханок, деформированных почек, почек с извитыми мочеточниками, то есть туда, куда обычными инструментами попасть невозможно. Это мы можем сделать на базе нашего центра. Ну и как яркий пример, хотел бы рассказать об уникальной операции, которую мы провели буквально месяц назад по извлечению, подроблению камня нижней чайшечки почки в городе Казани, ну и в Татарстане. Этой манипуляцией от операции никто не владеет. На базе нашего центра это возможно. Стоит отметить, что ведущие специалисты отделения урологии используют не только хирургические способы лечения пациентов, но и комплексные уродинамические исследования. В современной урологии нет более точного метода диагностики, который бы позволил с высокой доверенностью установить причины заболеваний в этой области. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. В Елабужском институте Казанского университета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню русского языка. В Елабужском институте КФУ чередой праздничных мероприятий отметили Международный день русского языка, который отмечается в день рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Ряд торжественных мероприятий начался с открытой рекции профессора Анатолия Рожживина, в которой приняли участие студенты Елабужского института КФУ и гости из Каканского государственного педагогического института, проходящие образовательную практику. Творчество Пушкина стало точкой отчета для современного русского литературного языка, а герои его произведений говорят на одном языке с сегодняшними читателями. Пушкин – это энциклопедия русской традиции, истории и культуры. После окончания лекций и громких аплодисментов аудиторию озарили лучи солнца русской поэзии. Усилиями кафедры русского языка и литературы был организован конкурс членцов «Мой Пушкин», в котором приняли участие иностранные студенты. Стихи, которые с детства знакомы каждому жителю России, заиграли новыми красками в исполнении ребят. «Товарищи, теперь зайдем к нам, звезда однонительного счастья, Россия с приятной подознанной и намного самого власти напишут наши имена». Празднование Дня Международного Русского Языка открыло для слушателей новый взгляд на Пушкина как на современника, а исполнение стихов иностранными студентами на русском языке еще раз подчеркнуло международное значение современного русского литературного языка и творчество Александра Сергеевича Пушкина. Отметим, что памятный подарок музею книги-института к сочинению Николая Васильевича Гоголя 1919 года издания вручила выпускница вуза. Никита Староверов, пресс-служба Елабужского института КФУ. Ординатор первого года обучения, ассистент кафедры морфологии и общей патологии Высшей школы медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Хажа Акбар Валежонов в составе команды стал победителем на седьмом всероссийском форуме обучающихся медицине и формации. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!